Итак, мы с вами обсудили реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду с участием бензола. Но что происходит, когда вы начинаете реакцию, а заместитель уже находится в бензольном кольце? Посмотрим на молекулу слева. Это анизол. Итак, теперь в нашем бензольном кольце есть заместитель, метоксигруппа. И если мы запустим реакцию анизола с концентрированной азотной и серной кислотами, это будет реакция нитрирования, в результате которой нитрогруппа встроится в ароматическое кольцо. Присутствие заместителя будет определять положение, в которое направится нитрогруппа в кольце. Например, один из конечных продуктов будет образовываться за счет присоединения нитрогруппы к этому углероду, который расположен непосредственно за углеродом, содержащим метоксигруппу. Эти две группы расположены в ортоположениях по отношению друг к другу. Это будет ортопродукт. Вернемся к этой схеме. Отметим, что этот углерод расположен в ортоположении в бензольном кольце. А другой продукт представляет собой нитрогруппу, связанную с этим атомом углерода, который расположен в противоположной стороне от углерода, содержащего метоксигруппу. Он называется паропродуктом. Обозначу пароположение на бензольном кольце. Это пароположение. При сравнении орто- и паропродуктов, оказывается, что паропродукт является основным конечным продуктом в реакции нитрирования анизола. А орто-продукт будет побочным. Это происходит из-за стерической изоляции. В этой метоксигруппе присутствует стерическая изоляция, которая будет препятствовать присоединению нитрогруппы в орто-положение. Очевидно, что в пароположении будет существенно меньше этой стерической изоляции. Вот почему обычно паропродукт является основным продуктом этой реакции. Но это не всегда так. Иногда у вас больше орто-продукта, чем паропродукта. Однако в этой реакции паропродукт является основным. И опять, стерическая изоляция является одним из факторов, которые необходимо принимать во внимание, когда вы проводите реакции подобного типа. Итак, это, разумеется, другое положение в вашем ароматическом кольце. И если вы переставите нитрогруппу в это положение, получится метапродукт. И метапродукт в этой реакции нельзя получить в большом количестве. Значит, метоксигруппа является орто-пара-ориентантом. Можно отметить, что это орто-положение и мета-положение на этой стороне вследствие симметрии. Однако мета-продукт не наблюдается в большом количестве. Давайте разберемся, почему так происходит. Нарисуем несколько резонансных структур и поразмышляем о механизме электрофильного замещения в ароматическом ряду. Начнем с атаки в орто-положении. Когда вы проводите реакцию нитрирования, серная кислота действует в ней как катализатор и создает ион нейтрониума из азотной кислоты. И он действует как электрофил в нашем механизме. Чтобы показать орто-атаку, нужно нарисовать, как нитрогруппа добавляется в орто-положение. То есть, как нитрогруппа добавляется к этому углероду. Итак, если нитрогруппа добавляется к этому атому углерода, эти π-электроны будут вести себя как нуклеофил. У нас происходит реакция между электрофилом и нуклеофилом на первом этапе нашего механизма реакции. И таким образом нуклеофил, вот эти π-электроны, будет атаковать положительно заряженный азот, который отдает эти электроны этому кислороду. Запишем результаты этой нуклеофильной реакции. Здесь по-прежнему будет метоксигруппа. Нитрогруппа добавляется в орто-положение. Запомните, водород по-прежнему связан с углеродом в кольце. Итак, π-электроны здесь, π-электроны здесь. Это те самые π-электроны, которые формировали связь с этим атомом азота. В результате этот углерод теряет связь и получает положительный заряд. Изобразим резонансные структуры. Покажем резонансную стабилизацию вот этого катиона. Эти π-электроны перемещаются сюда. Можно нарисовать еще одну резонансную структуру. Проследим за перемещением π-электронов в это положение. Давайте я изображу оставшуюся часть иона. Итак, вот это наш водород, а здесь будет NO2-группа. И мы перемещаем эти π-электроны сюда из этой позиции, забирая связь у этого углерода. И углерод закономерно получает положительный заряд. Вот еще одна резонансная структура. Можно нарисовать и еще. Покажем перемещение этих π-электронов сюда. Смотрим. Вот это наше кольцо. Вот это наша метоксигруппа. И опять нитрогруппа в ортоположении. Вот здесь расположены π-электроны. Теперь покажем перемещение этих π-электронов сюда. Давайте я отмечу все эти электроны. Электроны красного цвета перемещаются сюда. Я забираю связь углерода. И это тот самый углерод, который получает положительный заряд. А поскольку кислород расположен следом за углеродом, то кислород получает неподеленную электронную пару. И благодаря этой неподеленной паре электронов у нас получается еще одна резонансная структура. Итак, эти электроны могут переместиться сюда, и образуется четвертая резонансная структура. То есть присутствие заместительной метоксигруппы с неподеленной электронной пары электронов на этом кислороде позволяет нам изобразить четвертую резонансную структуру. И в результате кислород получает заряд плюс один. Вот это наши π-электроны. И опять наша нитрогруппа оказывается в ортоположении. Проследим за перемещениями электронов. Итак, вот эти электроны, отмечу их зеленым цветом, перемещаются сюда и формируют π-связь. Итак, всего у нас возможны четыре резонансные структуры. Но не забывайте, что ион в реальности представляет собой комбинацию этих резонансных структур, которую мы называем σ-комплексом. И таким образом опять присутствие заместительной метоксигруппы с неподеленной парой электронов непосредственно за ароматическим кольцом дает нам дополнительную резонансную структуру. Вот это наша дополнительная резонансная структура. И вот у нас получается четыре резонансные структуры для реакции в ортоположении. И чем больше резонансных структур вы можете изобразить, тем более делокализованным становится положительный заряд. И тем более стабилен наш σ-комплекс, что значит, что он будет формировать механизм реакции электрофильного ароматического замещения. И поскольку мы можем нарисовать четыре резонансные структуры для реакции в ортоположении, то ситуация складывается в пользу карбокатиона. Это стабильный σ-комплекс, и он будет формироваться намного проще. И, разумеется, последним этапом нашего механизма реакции будет депротонирование σ-комплекса и преобразование ароматического кольца. Я не буду останавливаться на этом этапе. Я просто хотел показать вам четыре резонансные структуры для реакции в ортоположении. Они отличаются от таковой в метоположении. А теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы добавим нитрогруппу в метоположение. Итак, метоположение будет здесь. Используются эти π-электроны, то есть это нуклеофильная атака. В итоге эти электроны переходят к кислороду. Посмотрим на результат нуклеофильной атаки с присоединением нитрогруппы в метоположении. Покажем нитрогруппу в метоположении. Отметим эти электроны. Итак, эти π-электроны переходят сюда и образуют связь с азотом, забирая связь у углерода. В результате углерод на вершине получает положительный заряд. Разумеется, у нас есть и другие π-электроны в кольце. Нарисуем резонансную структуру для этого иона. Эти электроны перемещаются сюда. Изобразим еще одну резонансную структуру. Итак, вот эти π-электроны перемещаются сюда. И вот π-электроны оказываются здесь. Нитрогруппа по-прежнему находится в метоположении по отношению к метоксигруппе. И теперь положительный заряд расположен на углероде вот здесь. Чтобы не тратить время, я не буду помечать цветами эти резонансные структуры. Можно изобразить еще одну. Покажем, как эти π-электроны перемещаются сюда. Нарисуем эту резонансную структуру. Итак, вот наши π-электроны переместились отсюда-сюда. Вот эти π-электроны. Здесь расположена метоксигруппа, вот здесь нитрогруппа. И теперь наш положительный заряд переходит к этому углероду. Вот он. Вот и все. Всего три резонансные структуры. Итак, опять напоминаю вам, что σ-комплекс является гибридом всех этих трех резонансных структур. И поскольку я могу изобразить всего три резонансные структуры для данной ситуации, то это означает, что σ-комплекс нестабилен, в отличие от комплекса в примере с атакой в ортоположении. σ-комплекс для атаки в ортоположении был более стабилен, поэтому мы могли изобразить четыре резонансные структуры. А здесь таких только три. Теперь рассмотрим атаку в пароположении, чтобы показать присоединение нитрогруппы в пароположении. Вот оно. Я задействую эти π-электроны. Итак, в результате нуклеофильной атаки электроны смещаются. И нитрогруппа оказывается в пароположении. И вот опять наша метоксигруппа. Но в этот раз азотная группа будет в пароположении. Проследим за электронами. Это наши π-электроны. И именно они формируют связь с азотом. И исчезает связь у этого углерода. И поэтому именно здесь будет находиться положительный заряд. π-электроны по-прежнему находятся в кольце. Итак, вот эта резонансная структуры, для этого соединения. Покажем, как эти электроны перемещаются отсюда сюда. Посмотрим, что получится в результате. Это опять будет наш заместитель. Электроны переместились отсюда сюда. Эти π-электроны были здесь. Нитрогруппа в пароположении. А теперь я забрал связь у этого углерода. И это тот самый углерод, который получает положительный заряд. Можно изобразить еще одну резонансную структуру. Покажем, как эти электроны перемещаются сюда. Освободим немного места для еще одной резонансной структуры. Итак, вот это наше бензольное кольцо. И вот эти π-электроны переместились отсюда сюда. А вот это наша заместительная группа. И нитрогруппа по-прежнему в пароположении. Забираю связь у этого углерода. И он получает положительный заряд. Я повторю, что благодаря присутствию этой неподеленной электронной пары на кислороде, расположенном следом за бензольным кольцом, можно нарисовать еще одну резонансную структуру. Эти электроны на кислороде перемещаются сюда, образуют π-связь и смещают эти электроны вниз. Теперь покажем четвертую резонансную структуру, в которой кислород связан с нашим кольцом-двойной связью. У кислорода все еще есть неподеленная электронная пара, поэтому у нас получается положительный заряд. Эти π-электроны по-прежнему здесь. Вот эти π-электроны перемещаются отсюда сюда. Нитрогруппа по-прежнему находится в пароположении. И всего у нас получается четыре резонансные структуры, когда нитрогруппа присоединяется в пароположении. В реакции в пароположении у нас получаются четыре резонансные структуры. Аналогично при реакции в ортоположении также получаются четыре резонансные структуры. И этим можно объяснить, почему заместительная метоксигруппа действует как ортопараориентант. То есть, в случае реакции в орто- или пароположении, у нас получаются четыре резонансные структуры, при которых σ-комплекс стабилизирован больше, чем при метоположении. И это объясняет региохимический феномен нитрования анизола. Я нарисовал четыре резонансные структуры, потому что начал с бензольного кольца. Начал с этого положения электронов. Но если вы возьмете другое бензольное кольцо, ваши резонансные структуры будут немного отличаться. Вы встретите разные варианты в разных учебниках. Повторю, что нужно всегда брать ту версию, которую дает вам ваш преподаватель. И используйте ее на экзаменах, когда будете рисовать резонансные структуры для атаки в ортопара- или метоположениях.